Сегодня в Оршскую область прибыла гуманитарная помощь от республики Узбекистан. В общей сложности узбекская сторона отправила 13 фур. Это 200 тонн гум-помощи. Они будут распределены следующим образом. 9 фур направлены в город Ош, а 4 в Карасуйский район. Сегодня мы вместе с делегацией привезли гуманитарную помощь, но перед этим накануне мы созвонились с главой области и мэром города Ош и узнали, что необходимо для пострадавших семей. Как нам рассказали, строительные материалы направят в город Ош, а продукты питания, гигиенические средства, одежду получит Карасуйский район. Наш президент поручил нам узнать на местах, в чем нуждаются люди и при необходимости дополнительно предоставить помощь. Делегацию во главе с Акимоманджанской области встретил глава Ошской области Эльчебек Джантаев и мэр города Ош Бакыт Четигенов. Также кыргызская сторона попросила помощи в поисках еще одной кыргызстанки, которую унесло с селевыми потоками. В Узбекистане еще вчера нашли тела двух наших граждан и передали кыргызской стороне. На сегодняшний день мы понимаем, что наши братья-кыргызы нуждаются в любой помощи. Вчера мы нашли и передали тела двух погибших от селевых потоков. Сегодня мы уже начали поиск еще одной кыргызстанки. Я надеюсь, что скоро ее найдут и передадут родственникам. Я соболезную семьям, потерявших своих близких и родных, пострадавшим, желаю проявить терпение. Эти дни пройдут. Мы, узбекский народ, готовы поддержать братский кыргызский народ. Для распределения помощи прибывшей из соседней страны будет создана специальная комиссия. Полпред Ошской области заверил, что помощь будет по ровну распределена между каждой пострадавшей семьей. Будет создана специальная комиссия из числа местных жителей. Они путем переговоров должны правильно распределить гумпомощь. Узбекская сторона готова оказать всестороннюю помощь и поддержку Кыргызстану в этот тяжелый период, отметил Аким Анджижанской области. Напомним, что за последние три года отношения между двумя странами обрели добрососедский и дружественный характер. Определение госграницы также улучшило взаимоотношения двух государств.